Здравствуйте! С вами Дмитрий Книга и новости Ленинского городского округа. Смотрите сегодня в нашем выпуске. В Совете ветеранов состоялось чаепитие по случаю дня снятия блокады Ленинграда. Каждый из вас, тот, кто независимо от возраста ухлебнул этого лихо, это живой свидетель, живой свидетель тех событий. Поэты поселка Развилка выпустили первый литературный альманах. Здесь сегодня собрались люди, которые любят жизнь, любят свою Развилку, любят свою страну. В кинотеатре «Искра» отметили День студента. 27 января 1944 года – день полного снятия блокады Ленинграда. В честь этой даты в Ленинской районной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов было устроено чаепитие, в котором приняли участие бывшие блокадники. В настоящий момент на территории Ленинского городского округа проживает 14 бывших жителей блокадного Ленинграда. Не все смогли принять участие в мероприятии. Лишь 9 из них собрались за этим столом. Одним из тех, кто пришел отдать дань уважения людям, пережившим блокаду, стал исполняющий обязанности главы Ленинского муниципального района Алексей Спасский. Каждый из вас, тот, кто независимо от возраста ухлебнул этого лихо, это живой свидетель, живой свидетель тех событий. Тем ценнее то, что вы с нами сегодня и способны донести ту эмоцию, то, что происходило до нас ныне живущих. В ходе мероприятия бывшие блокадники поделились своими воспоминаниями о военном времени. Также собравшиеся обсудили проблемы, с которыми приходится сталкиваться ветеранам. Особой темой для обсуждения стало празднование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Этот год знаковый, это год 75-летия Победы и огромное количество мероприятий запланированных. Наши сегодняшние мероприятия фактически открывают череду, последовательность мероприятий, посвященную Дню Победы. По окончании мероприятия для Алексея Спаскова провели экскурсию по помещениям, которые занимает Ленинская районная организация ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. А для бывших блокадников были подготовлены памятные подарки. Начался отчетный период руководителей администрации сельских поселений муниципалитета о работе за прошлый год. Первое мероприятие состоялось в совхозе имени Ленина. Во дворце культуры сельского поселения совхоз имени Ленина собрались жители, чтобы послушать отчет о работе местной администрации главы поселения Елены Добренковой. Лена Ивановна всегда, чтобы ей вопрос не задал, какой любой домашний или общий, Лена Ивановна всегда отвечает и всегда с душой. Перед началом мероприятия в фойе можно было проконсультироваться по личным вопросам с представителями служб и организаций, осуществляющих свою деятельность в поселении. Жители совхоза Сергея Ковалева волновал вопрос льгот при оплате жилищно-коммунальных услуг. Ответ по интересующей его теме он получил. Что не решается здесь, они берут на решение и в течение 10 дней они дают ответ по тому или иному вопросу, который задается здесь. Основная задача местной власти – обеспечить комфортные условия жизни и выстроить диалог между жителями и администрацией. Мы работали над выполнением той основной задачи, которую мы перед собой ставили – это построение территории социального оптимизма. Мы стремились к этому. И судя по тому, как отзываются люди о работе администрации, вообще о жизни в поселении, у нас это в основном получилось. И хочется верить в то, что это будет продолжаться и с построением городского округа. Во время отчета Елена Ивановна подробно рассказала об исполнении бюджета за прошлый год, о проведенном в поселении благоустройстве, о работе в жилищно-коммунальной сфере. Один из важнейших пунктов деятельности администрации – работа с обращениями граждан. За период 2019 года в администрацию сельского поселения поступило письменных обращений от жителей поселка значительно меньше, чем ранее. Это обусловлено ростом информатизации. Жители поселения, проявляя свою бдительность, не оставляют без внимания ту или иную проблему, обращающиеся в портал Добродел, где обработка проводится в упрощенном варианте и в сокращенные сроки. Также перед собравшимися выступила председатель местного совета депутатов Наталья Потапкина. В отчетном году было проведено 14 заседаний совета, на которых было принято 43 решения. Советом депутатов установлен налог на имущество физических лиц на 2020 год, установлен земельный налог на 2020 год, принят бюджет на 2020 год и другое. В этом году планируется продолжать развитие территории поселения, теперь уже в составе Ленинского городского округа. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. На развилке поют соловьи. Под таким названием поэты поселка Развилка выпустили первый литературный альманах. Более 30 авторов внесли свою лепту в создание сборника стихов. На торжественной презентации издания побывала наша съемочная группа. Юлия Пагасьян одна из первых познакомилась с альманахом и готова рассказать нам о самых интересных его страницах. Стихи развилковских поэтов и прозаиков, написанные в разные годы, наконец собрали в один сборник. Над изданием авторы работали порядка двух лет. Большую часть этого времени ждали финансирования проекта. И вот все технические вопросы остались позади. И состоялась торжественная презентация литературного альманаха на развилке поют соловьи. Выбраны лучшие, наилучшие произведения. Я знаю, что в процессе работы над сборником многие произведения дорабатывались. То есть, если члены литературного объединения считали какие-то стихотворения сырыми, недостаточно профессионально написанными, они работали над этим, носили свои поправки. И я думаю, что стихи, которые вошли в альманах, достаточно профессиональные. Над сборником работало 32 автора разных возрастов. От 9 до 86 лет. Поэтому и темы в нем представлены самые разные. Начиная от философских рассуждений, заканчивая стихами о любимой развилке. Большая часть произведений в альманахе написана членами литературного объединения «Рифма плюс», которое в поселке было создано всего два года назад, но активно прирастает единомышленниками. На развилке, кроме нашего ЛИТО, очень много талантливых людей, которые сами по себе пишут, все это в стол куда-то идет, и может быть их заинтересует, и может быть они придут тоже к нам. Потому что у нас настолько теплая такая дружеская атмосфера, мы настолько любим встречаться, общаться, учимся друг у друга. У поэтессы Тамары Селеменевой в альманахе представлен один рассказ и 10 стихотворений. Одно из них, посвященное братьям нашим меньшим, она прочитала во время презентации литературного сборника. Грусть, тоска в глазах собачьих, третий день не ест, не пьет, не играет с палкой в мячик, а сидит и верно ждет. Желающих поделиться воспоминаниями о создании альманаха и прочитать свои произведения в этот день было немало. В перерывах между выступлениями на экране транслировались видеозарисовки о любимом поселке. Поздравить авторов с выпуском первого литературного сборника пришла глава сельского поселения Развилковская Марина Комардина. Здесь сегодня собрались люди, которые любят жизнь, любят свою Развилку, любят свою страну. И я сегодня с большим удовольствием слушаю ваши произведения, потому что они искренне, потому что они идут от особого сердца. Марина Комардина поблагодарила местных поэтов за их труд и наградила почетными грамотами. В завершении мероприятия каждому из гостей был подарен экземпляр литературного альманаха. Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. На прошлой неделе в четверг мы показали сюжет о незаконно возведенном заборе в Расторгуевской части города Видное. Никого не ставив известность, собственники дома номер 4-6 по первому павловскому тупику в товариществе собственников жилья ДСК имени 12 декабря буквально за несколько часов возвели железное ограждение, значительно увеличив территорию своего участка. Посигнули на муниципальную землю. Возмущенные соседи обратились к своему депутату и на телеканал Видное ТВ. Благодаря слаженным совместным действиям справедливость восторжествовала. Забор простоял всего двое суток. В пятницу его начали демонтировать, а к утру субботы от него не осталось даже столбов. Поднялись все вместе, в администрацию обратились и нашли понимание. Все-таки это парки природные, это наше богатство, надо оберегать, защищать. Кроме нас кто их будет защищать. Слава Богу, что все так закончилось благоприятно. Будем контролировать, больше внимания уделять. А на будущее надо, конечно, кадастрировать это все, приводить в соответствие, чтобы дальнейших попознавений таких ни у кого не было. Местные жители уверены, благополучно решить проблему удалось благодаря широкому освещению ситуации в средствах массовой информации. Мы очень благодарны, вот видно с ТВ, потому что действительно это ощутимо была такая помощь. Увидели многие, увидели и уже даже если были какие-то рычаги у противоправной стороны, может быть, уже никто не будет с ними связываться, помогать, включать какую-то помощь, потому что уже это очень открыто все. Представители товарищества и депутаты этого избирательного округа теперь намерены еще пристальнее следить за действиями собственников, чтобы в будущем не допустить подобных ситуаций. 25 января отмечают один из самых шумных праздников – День студента. Сессия уже позади, так что можно повеселиться. Особенно громко его отпраздновали в кинотеатре «Искра», где для студентов Ленинского городского округа была подготовлена развлекательная программа. Подробнее в нашем сюжете. Для главных виновников торжества – студентов. В фойе кинотеатра «Искра» была организована вечеринка в футуристическом стиле. Организаторы праздника учли все детали – от костюмов ведущих до оформления фотозоны. Есть баннер из души раков. Мне кажется, здесь даже рассказывать нечего. Есть баннер просто самого мероприятия. Также аркаузный диван, совмещенный в стиле ретро и ретро-фьючер, если можно так назвать. Даже ретро-апокалипси. Здесь все в большом таком атомном апокалипси, даже по мне видите. На ежегодные мероприятия были приглашены студенты Московского регионального социально-экономического института, профессионального колледжа Москови, а также учащиеся выпускных классов. Школьники – это также потенциальные студенты. Многие поступят в университеты, многие поступят в колледжи. И они благодаря нашему мероприятию смогут чуть-чуть разгрузиться перед экзаменами. У многих экзамены на СУ, также зимняя сессия. По традиции торжество началось с церемонии награждения. За успехи в учебе и за активную социально значимую творческую деятельность лучшие студенты были отмечены грамотами и благодарственными письмами. У нас в этом году их 22 человека, причем с очень интересными проектами. Уже есть у некоторых свои авторские проекты, которые у нас есть студенты, которые учатся и работают. Среди награжденных активистов и отличников – Валерия Борейко. Студентка второго курса факультета коммерции и бизнеса удачно совмещает учебу и общественную деятельность. Валерия – председатель студенческого совета при своем институте. Я поначалу думала, что будет очень сложно учиться, потому что МРС – очень серьезный институт. И говорили, что будет сложно. Да, во многом есть сложности, но, я думаю, ничего не мешает совмещать в этой жизни. Можно и гулять, и работать, и учиться. Главное – все делать в меру. Ну и поддержка, конечно же, от всех – от института, от преподавателей, от родных. Это очень важно. Студенческий период – наиболее значимый для накопления знаний и повышения уровня эрудиции. И, как отметил глава городского поселения Видное Моисей Шимаилов, это еще и пора новых знакомств и обретения крепкой дружбы на долгие годы. Удачи в жизни. Пожелать, чтобы у вас учеба закончилась результативно, с хорошим положительным таким результатом, чтобы вы могли приобрести ту профессию, которую хотите. А главное, чтобы были полезны своему обществу, чтобы были полезны нашему городу. Студенческие годы – это взрослая и полноценная жизнь, еще не ставшая рутиной. Это безграничные возможности для выбора своего пути. И сознание того, что все дороги на свете открыты для тех, кто решительно и целеустремленно смотрит в будущее. Наталья Буслаева, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. Отправиться в музыкальное путешествие и по всему земному шару, и по разным эпохам удалось всем присутствующим на концерте в Развилковской школе искусств. На сцену вышли музыкант Борис Бельский и преподаватель по классу гитары и домры Ольга Бельская. Аплодировала артистам и наша съемочная группа. Уже несколько лет подряд в Развилковской детской школе искусств с аншлагом проходят концерты музыканта Бориса Бельского. Вот и в этот раз гитарист решил порадовать публику и подготовил увлекательную программу. Выступил перед зрителями не только сам маэстро, но и его муза и жена, преподаватель по классу гитары и домры Ольга Бельская. Их дуэт стал сюрпризом вечера. Виртуозное мастерство артистов позволило передать все тончайшие оттенки чувств и настроений. Публике подарили яркое и незабываемое музыкальное путешествие. И в эту поездку, как говорится, все включено. Это те композиции, которые в том числе написаны специально для нашего дуэта, композиторами из других стран, ну и те переложения, которые мы делали сами. Какого-то тематического единства в нем нету. Это та музыка, которой хотелось бы поделиться. Не покидая стен школы искусств, зрители побывали во многих уголках мира и словно на машине времени пронеслись по разным эпохам. В программе концерта произведения Моцарта и Баха, латиноамериканских авторов, наших соотечественников и современников Никиты Кошкина и Александра Винницкого. Магия струнных инструментов в талантливых руках никого не оставила равнодушным. Я очень хочу так играть. У них очень высокий уровень игры. Прям мастера. Было очень-очень хорошо. Больше всего мне понравились Ольгин вальс, Бах и Моцарт. А как это твоя мечта? Вырасти и стать знаменитым музыкантом. Для ребят такие концерты – это отличный творческий импульс на их пути к музыкальному Олимпу. Очень важна мотивация. То есть зачем, для чего. Вот этот момент, когда ребенок зажигается. Важно найти, что его зажигает. И когда он видит игращего своего педагога, который его обучает, конечно, мне кажется, что это очень хорошо помогает. Это желание поддерживать, обучаться, заниматься. Он видит ведь не только музыку, которую ребенок играет. Он ведь ощущает отношение педагога. Он ощущает атмосферу в зале. В ближайших планах руководство школы искусств проводить подобные концерты на постоянной основе. Следите за афишей. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Елена Кошлева. Видное ТВ. На сегодня новостей больше нет. Желаю вам всего доброго и до свидания.